Здравствуйте, дорогие друзья, я представляю вашему вниманию любимую историю Дракоши Тоши, Олег Рой. Что такое Ося? В этот день Няша мне хотел играть. Ося, Ося, повторял он. Ни его сестренка Няша, ни Дракоши Тоши не могли понять, что он нужна в милочке. Без волшебных пузырей не разберешься. Дракоши Тоши выдал новый пузырь, и все уже перенеслись в волшебную страну. Там, посреди зала, стоял великий переводчик. Волшебная машина, которая понимала все языки на свете. Что ты хочешь? Спросила Няша-братик. Ося, Ося, радостно закричал Няша. Внимание, перевожу, Ося, это затычка для рта, объявил великий переводчик. Сломался он, что ли, обиделся Дракоши Тоши. Попробуем язык жестов, предложил Дракоши Тоши. Яша, покажи, что ты хочешь. Яша принялся махать руками и тыкать пальчиком в рот. Ося, Ося, кричал он. Внимание, перевожу, сказал великий переводчик. Ося, это Зося, птица с планетой шоу-буром, доставлена. Из машины появилась посылка. Когда коробка открылась, из нее выглянула птичья голова. Какая милая птичка, обрадовалась Няша. А птица вдруг бросилась на них и попыталась ущипнуть. Не умойся, не умойся, заплакал Яша. Хорошо, что Дракоша Тоша с помощью волшебных пузырей перенес всех обратно в детскую. А маленький Яша так устал от приключений, что стал зевать. А спать Яша любит с соской, сказала Няша и дала брату зуб в виде бабочки. Ося, Ося, дай, обрадовался Яша. И вот так и стало понятно, что Ося это просто соска. Откроватные монстры. В этот день мама пожелала детям спокойной нынче и ушла. Было очень темно, и Няша испугалась. Она даже собралась от страха под одеялом. Что случилось, спросил ее Дракоша Тоша. Не страшно, призналась Няша. Страшно? Он здорово. А кого ты боишься, удивился Дракоша Тоша. Конечно, он был отважным дракончиком и ничего не боялся. А Яша залез на кроватку к Няше и крепко обнял сестрену. От кроватных монстров, шепотом призналась Няша. Монстры? Ура! Крылья к бою! Закричал Дракоша Тоша. А Яша наожиданность упал с кровати головой прямо в горшок. Зато, когда маленький пандочка встал, на голове у него получился настоящий рыцарский шлем. Дракон тот он к воду готов. Кто со мной? Спросил Дракоша Тоша. Яша! Яша! Отозвался пандочка. Няша, конечно, немного появлялась, но на то она и девочка. Но тут Дракоша Тоша взял баночку с волшебными пузырями и надул мыльный пузырь, который перенес их в сказочный мир. Тут дети оказались под кроватной мере. Здесь все было очень-очень большим и немножко страшным. Няша осмотрела и увидела чудовище. Ловить боятся! Рррр! Крабро закричал Дракоша Тоша. Он бросился вперед и победил монстров к веточку. Победа! Законченный в плен два монстра в клеточку. Удавайте бояться! Но тут Няша поняла, что это ее тапочки. Тапочки? Это не страшно, обиделся Дракоша Тоша. Где страшно? Где мои мурашки? И тут все увидели их. Огромные, страшные, темные, темные. Они надвигались прямо на маленького Яшу. А-а-а! Закричал Дракоша и кинулся бежать. Не трожь Яшу! Няша вышла вперед и заслонила с собой твратика. И вдруг поняла, что это вовсе не монстр, а обыкновенная тень. Это что же, я убежала от тени? Удивился Дракоша Тоша, которая их так испугалась. И у меня были мурашки и черстинки дыба. Вот так Няша поняла, что не нужно придумывать чудовищ, когда их вовсе нет. И совсем не страшно выключать свет. Не выключай свет, сказала Няша, когда Пандочки и Дракоша тоже вернулись в детку. Я сама выключила. Спокойной ночи! Страна упрямья! В это утро маленькие Пандочки, Няша и Яша, поссорились. Няша только что прибрала игрушки и хотела, чтобы в детской был порядок. А Яша собирался поиграть с мячиком. И оба ужасно упрямились. Лежу без волшебных пузырей, тут не обойдешься, сказал Дракоша Тоша. Вы заупрямились, а значит нам пора в упрямь. Да, удивилась Няша. Но вдруг уже засверкали мыльные пузыри, и друзья перенеслись в волшебную страну. Странной оказалась эта страна упрямья. В небе сияли сразу и луна, и солнце. Тут было одновременно лети и ночь. Сейчас день и ночь, спросила Няша сонно. И день и ночь, упрямь, где это страна, где все упрямятся. Луна и солнце ни за что друг другу не уступят, объяснил Дракоша. Тук-тук, послышался тук-тук-дук-паровоза. Это был очень необычный поезд. Сразу с двумя лицами. Привет, поезд, куда ты едешь? Спросил его Дракоша Тоша. Налево, сказала одна голова поезда. Не слушайте его, поезд едет направо, возразила вторая голова. Друзья сели по кончику. Но поезд никуда не поехал. Он просто трюкался в разные стороны. То налево, то направо. Почему стоим? Удивилась Няша. Мы не стоим, мы едем. Сразу в разные стороны, объяснял Дракоша Тоша. И налево, и направо. И тогда пойдем пешком. Решила Панточка. Друзья пошли пешком, и вскоре оказались на заснеженной горяде. Снег? Откуда? Лето же? Воскликнула Няша. В упрямке, зима и лето, ни за что друг другу не укупаем, ответил Дракоша, дрожа от холода. Надо поскорее лопнуть волшебный пузырь, чтобы попасть домой, а то совсем замерзли. Няша и Яша прижали друг к другу, чтобы согреться. Кто пробьет волшебный пузырь, протянул мяч Дракоша. Няша и Яша одновременно схватились за мяч. Так мы домой не вернемся, а навсегда останемся здесь, покачал колоколь Дракоша. Мы навсегда останемся здесь. Яша кидай, я тебе уступаю, сказала братику Няша. Яша бросил мяч, и волшебный пузырь лопнул. Так друзья смогли вернуться домой, а Няша и Яша поняли, что это упрямство и чего хорошего не выходит. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok